Энцефалит – тяжелое заболевание, вызывающее воспаление головного и спинного мозга. Заразиться им можно от банального клеща. Попадая в организм, вирус поражает нервные клетки человека. Высокий процент летальных исходов. К сожалению, по заболеванию порядка 25-30% при выявленном и подтвержденном диагнозе являются летальными. Поэтому самым основным моментом и важным моментом с целью профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Вакцина Энцевир обычно делается один раз в два года. Как детям, так и взрослым. В подразделениях Видновской районной клинической больницы пока в наличии препарат только для совершеннолетних. Укол однофазный, выработка антител начинается через две недели. Записаться на прививку можно у терапевта. Противопоказаний крайне мало. Направление дается после осмотра врача. Каждый гражданин в застрахованной системе ОМС имеет право бесплатно пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Данная вакцина поступает во все подразделения Видновской районной клинической больницы. Как раз таки в момент начала привычной кампании. А стартует она в марте. Именно в то время, когда клещи просыпаются и начинают наносить вред здоровью человека. Несмотря на всю опасность, которую несет за собой животное, люди в большинстве своему пренебрежительно относятся к прививкам. Зачем? У нас и так столько прививок. Куда еще прививки эти делать? Нет, не нужна совсем. Мне лично нет. Я не делала, не кусал. Ну, я уже поздно делать, когда укусили. Ну, естественно, да. Почему не было желанненькое сделать? А я не хожу в лес никогда. Поэтому я и не делаю. А если бы ходила в лес, сделала бы. Я делал в свое время перед походом. Но это было в Сибири, потому что там был энцефалит. А здесь что делать? От какой тут энцефалит? Симптоматика от заражения вирусом энцефалитного клеща осложненная. Лихорадочное состояние, температура, которую невозможно купировать. Интоксикация организма, сильные головные боли, судороги, светобоязнь. В таком состоянии человек себя уже не контролирует. При укусе клеща и первых подозрениях стоит обратиться в травматологический пункт. В Ленинском городском округе он находится в амбулатории Бутова-парк. Клеща, которого снимают в травматологическом пункте, мы отправляем на лабораторную диагностику, чтобы выявить, является ли данный клещ возбудителем этого заболевания. Успокаивает одно. В Ленинском городском округе с начала сезона клещей, именно энцефалитных, не выявлено. Однако в Московской области есть территории, где опасных животных с избытком. Независимо от наличия прививки, врачи советуют бережнее относиться к своему здоровью и, идя в лес, надевать светлую одежду, чтобы на ней можно было легко заметить клеща и максимально закрывать открытые участки тела. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова